Молдова очень красивая страна и мало кто об этом знает. Вот мы и показываем всему миру и прежде всего своим землякам самые классные ее локации. Пока вы настраиваетесь на позитив, мы едем в следующую точку нашей страны. С хорошим настроением и без загранпаспорта. Гедегическое водохранилище называют Кишиневским морем. Конечно, это преувеличение, но так или иначе Гедегич один из самых крупных водоемов Молдовы. И это при том, что питает его довольно мелкая река Бык. Большая вода приманивает сюда не только отдыхающих. Здесь обитают десятки видов птиц, рыб и всякой мелкой живности. Зона отдыха практически прилегает к территории Кишинева, так что летом тут народу много. Сегодня посмотрим, чем они занимаются на общественном пляже, в яхт-клубе и на противоположном, более диком берегу. Дагедегича из Кишинева рукой подать. По свежему асфальту минут 10 до главного пляжа. Правда, чтобы пробраться на противоположный берег, надо немного покрутиться по промзоне. Но зато подъехать можно прямо к воде. Здесь рай для дикого отдыха и рыбалки. С палатками и лодками люди приезжают сразу на несколько дней. И пусть ветер может нагнать сюда водоросли со всего озера, рыбалке это не помеха. Это вы с утра, да? Да. Ну неплохо. На других озерах люди вообще ничего не ловят. Рыбак всегда ловит. И окуни, и красноперка, и вот лещи это самые большие здесь. Это лещи. В этом же необжитом месте гремит басами пляжный клуб. С одной стороны забора скромные рыбаки в камышах, с другой девочки с коктейлями в бикини делают селфи для инстаграма, а парни гоняют на гидроциклах. На другой берег полетим над дамбой. Ее длина почти полтора километра, и это она удерживает все эти миллионы тонн воды вместе с живностью и отдыхающими. Она же отделяет Кишиневское море от домиков с лужайками и бассейнами, судя по которому, у местных жителей всегда курортное настроение. Не менее крутые виллы растут и в зеленой зоне. Многим хочется жить в море. Пусть оно и Кишиневское. Жара, отпуска и выходные притягивают народ к воде. Поэтому самое людное место на Гидигиче – это общественный пляж. Часто сюда приходят посидеть в теньке под деревом, но в воде людей тоже много. Одни отплывают подальше, чтобы водоросли не щекотали, другим все это нипочем. Одел скафандр и на поиски клада. Мы Гидигич будем использовать по-другому. Еще с воздуха видно, что здесь базируется весь Кишиневский флот. У причалов пришвартованы яхты, лодки, скутера и катамараны. Выглядит богато. Спустимся на землю, а точнее на воду. Здесь атмосфера спорта, причем не простого, а элитного, парусного. Камушки и деревянный пирс под ногами, рядом сложены байдарки, а мимо проплывают самые разные виды водного транспорта. Основам парусного спорта здесь обучает Александр. С ним что-то о яхтах начал понимать и я. Моя работа сейчас зафиксировать трос в этих крабиках. Чик, я уже разбираюсь. Это у нас трюм? Это у нас, да, трюм. Что там хранится? Там хранятся паруса, вооружение, все яхты. На случай, если не будет ветра, и вы застрянете далеко в море, там есть провизия на неделю. Если сюда положить, то она будет. В ветреную погоду парус на Гиди-Гиче можно сильно разогнать. Вот, например, Юра практически летит по воздуху на своем катамаране. Если вам кажется, что в Кишиневе не может быть захватывающих морских приключений, вы сильно ошибаетесь. Хороший ветер подул. Бывало, что штормовое предупреждение, а вы на воде? Конечно, конечно, бывало. То есть разные ситуации бывали, и эта яхта тонула. Тонула, переворачивала? Первая переворачивалась два раза, а тонула один раз. То есть мы ее поднимали три года назад со дна этого озера. Но она была видна, где она затонула, потому что вот вместе с мачтой у нее высота мачты с лодкой около 8 метров, а здесь глубина 6 метров. Но сегодня штиль, и ветер почти не дует. Несмотря на это, яхта набрала неплохую скорость. Несмотря на штиль, практически мы не чувствуем ветра, но он нас толкает. Да, ветер есть, он в основном по верхам. Мне всегда было интересно, как против ветра может идти парус. Любое парусное судно идет против ветра галсами, называемыми так зигзагами. Потому что если развернуть яхту против ветра, у нее паруса начинают болтаться. Море у нас хоть и небольшое, но благодаря ему и фанатам парусного спорта, Молдова регулярно представлена на международных соревнованиях. И этому уже не так сильно удивляются иностранцы. А я в этой теме с 5-6 лет в теме яхтинга. В этом году в связи с пандемией, с карантином, все международные соревнования отменили. Поэтому этот год вообще тяжело куда-то выехать. На соревнованиях удивляются, что приезжает команда из Молдовы? Ну, не сильно удивляются, но можно и так сказать. На примеры такой вот яхточки, на которой мы сейчас катаемся, они начинаются цены от 15 тысяч за новую и где-то от 5 тысяч евро в Европе. Это цена за былушную яхту. Пока вы прикидываете, сколько еще копить на покупку яхты, я вернусь на восточный берег Гидигича, чтобы заложить для вас клад. Ребята, на Гидигичи мы случайно нашли заброшенную железнодорожную платформу. И это, блин, классное место, чтобы оставить для вас капсулу. Сейчас покажу, где она будет спрятана. Поднимаемся на железнодорожный мост на въезде в пляжную зону. Идем по платформе и видим такую будку, которая уже давно развалена. Наверное, мини-вокзальчик здесь был. И под кирпичами ищем капсулу. Смотрим на карту. Подъезжая к Гидигичу с востока, сворачиваем к железнодорожному мосту. От него до платформы буквально метров сто по шпалам. Но будьте осторожны, здесь еще ходят поезда. А вы говорите, чтобы попасть на море, нужен загранпаспорт. Вот и нет. До него вообще пешком дойти из Кишинева можно. А там и пляж, и рыбалка, и девочки в бикини, и даже яхты с гидроциклами. До встречи на Кишиневском море. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok